Заплати и спи спокойно. В начале октября ивановцы начнут получать налоговые уведомления. Имущественный, транспортный и земельный налог необходимо оплатить в срок до 1 декабря. Квитанции доставят заказными письмами. Те же, кто зарегистрирован на сайте ФНС, получат их в электронном виде. Если человек, который зарегистрировался в личном кабинете, хочет получать налоговые уведомления по почте, то ему надо подать налоговые уведомления в налоговую инспекцию, либо сделать это через личный кабинет налогоплательщика. Уведомления получат все граждане, у которых в собственности есть квартира, машина, дача. Сумма налога на недвижимость рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости объекта. Если же налогоплательщик полагает, что ему насчитали слишком много, можно подать жалобу. Надо обратиться в управление Росреестра. При управлении Росреестра есть комиссия по спорам. Он может до судебного порядка туда обратиться и оспорить кадастровую стоимость. Если не получится этого сделать, то далее это уже в судебном порядке происходит. Уменьшить налоговую нагрузку возможно с помощью различных льгот и вычетов. Право на это имеют пенсионеры и инвалиды первой и второй группы, а также ветераны боевых действий. Если у пенсионеров в собственности находится несколько квартир, то одна из них налогом не облагается. Льгота заявляется один раз в жизни. То есть, если вы когда-то заявляли льготу, приходить в инспекцию больше не нужно. Прилагаются копии подтверждающих документов о льготе. То есть, это копия пенсионного, копия удостоверения ветерана боевых действий и так далее. На оплату налогов отведено около двух месяцев. В противном случае начислят пенни. Со злостными неплательщиками фискальный орган работает с помощью судебных приставов. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.